Ирина Кусраева В республике пройдет общенациональная акция памяти 080808. В ней может принять участие каждый житель нашей республики. Улучшение качества жизни в селах республики. Начальник ЖКХ администрации Схимвальского района о планах на текущий год. Война глазами жителей спустя 13 лет. В республике пройдет акция под названием 080808, посвященная событиям августовской войны. Организатором является Министерство культуры. Цель акции – сохранить правду о страшных событиях августа 2008 года. Министерство культуры Республики Южная Осетия объявляет о проведении общенациональной акции 080808, посвященной 13-й годовщине августовской войны. Принять участие в акции может каждый житель республики. Для этого необходимо снять видеоролик, подготовить слайд, документальный ряд продолжительностью 60 секунд, посвященные войне 2008 года. Тематика ролика, его жанр, способ и средства съемки, композиция, содержание, оформление без ограничений. Допускается применение титров, звукового сопровождения, монтажа и других технических средств компьютерной обработки материала. Приняли участие вот в этом сборе документов. Пусть это будет минутная какая-то информация о том, что было вот в эти дни, с 1 по 8. Я очень хочу, чтобы показали нам фотографию, к примеру, дедушки, который воевал, именно воевал в нашу войну. Мы рассмотрим. Ни один кадр, ни одно слово, ни одно обращение, ни одно посвящение нами не будет проигнорировано. Я хочу, чтобы это было основой большого документального обвинения. Обвинение фашизма. Мы не говорим грузинского народа, мы говорим фашизма. И пусть поймут те, кого это касается. Акция проводится с 1 по 7 августа. Видеоматериалы можно принести к Министерству культуры или же отправить материалы на электронный адрес Минкульта. Помимо этого, со 2 по 6 августа по всей республике будет проходить еще одна акция «Я к вам травою прорасту» в память о погибших, предотвративших коварный вражеский план под названием «Чистое поле». Мы сейчас заказываем значки, где будет кусочек природы нашей. Это большое дерево с могучими корнями. «Я к вам травою прорасту» – это говорит каждый погибший за эту землю. «Я к вам травою прорасту» – это говорит каждый миротворец. И мы должны знать, что эти ребята, вы все, не допустили притворения, реализации операции «Чистое поле». И с 1 по 7 я хочу, чтобы каждый, кто разделяет вот эту память с нами, он был с этим значком. Мы будем раздавать. Эти акции проводятся первый раз. Мы обязаны сберечь правду о страшных событиях августа 2008 года. О поколении помнить и знать историю заключила Жанна Засеева. К 2022 году на территории бывшей турбазы Дзавского района в ущелье Мзивгум будет построен детский лагерь. Объект строится в рамках инвестпрограммы. В лагере будут все условия для полноценного отдыха детей. Строительство уже началось. Всеми работами занимается строительная фирма «Бадо». Анжела Кукоева подробнее. В одном из красивейших мест Завского района в рамках инвестиционной программы строится детский лагерь. Заказчиком масштабного объекта является Министерство строительства, застройщик местной строительной фирмы «Бадо». Детский лагерь строится по современным стандартам со всеми условиями для полноценного отдыха. Планируется отстроить 5 корпусов по 30 мест в каждом. Первым этапом рабочие расчистили территорию и уже успели залить фундамент трех корпусов. Сейчас готовят фундамент для остальных двух зданий. Мы также выкопали котлован под четвертый корпус. Думаю, что все пять корпусов мы в этом году сделаем под крышу. Первый корпус уже сделан. Вот идет засыпка грунта. После этого начнется кладка стен и перекрытие будем метанировать. Второй корпус тоже подходит к завершению фундаментной части. Полиндельник будет заливать уже два-три дня, уже будет готово под засыпку грунта. Для выполнения строительных работ привлечены несколько рабочих бригад. Кроме корпусов для проживания отдыхающих, проект строительства включает строительство административного здания, спортивных площадок, парковочной зоны. Три бригады у нас. На подходе четвертая бригада по этому корпусу. И планируем еще административное здание начать в этом году. Это внизу. Она будет трехэтажная. И побольше во много раз. После этого будет планировка территории. Здесь беседка, я вам как сказал, зона отдыха. Место для строительства детского лагеря было выбрано не случайно. В советский год здесь располагалась туристическая база, где размещались отдыхающие со всех уголков бывшего Советского Союза. После землетрясения 1991 года турбаза была разрушена и прекратила свое функционирование. Позже здесь был размещен танковый батальон Министерства обороны. Но благодаря инвестиционной программе социально-экономического развития на этом месте будет функционировать детский лагерь. Сдача в эксплуатацию намечена на 2022 год. Сделать все необходимое, чтобы не допустить распространение африканской чумы свиней. В районах республики проводятся рейдовые мероприятия. Участковые, полномоченные совместно с ветеринарами и главами сельских администраций проводят профилактические беседы. Разъясняют им о необходимых мерах предосторожности. Подробности далее. Сегодня в селах Дзавского района участковые, полномоченные совместно с ветеринарами и главами сельских администраций провели профилактические работы с населением. Африканская чума свиней, которая ранее была зафиксирована в селах Дзавского и Негурского районов, еще не обнаружена в Дзавском районе. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить распространение чумы в других районах. Население предупреждают о том, чтобы они не выпускали свой скот на улицу, содержали в чистоте подсобные хозяйства. Места, где содержатся свиньи, будут продезинфицированы. Хозяева расписываются, что будут соблюдать все предписания ветеринаров. К нарушителям ветеринарных требований и правил будут применяться меры административного воздействия. Дезинфекционные барьеры на вездах и выездах в населенных пунктах, где зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. МВД Южной Осетии предупреждает всех владельцев автотранспортных средств снижать скоростной режим при пересечении дисбориров, чтобы автотранспортные средства могли продезинфицироваться. Обеспечить села водой, отремонтировать проселочные дороги и устранить все недочеты в образовательных учреждениях. Начальник ЖКХ администрации Схимвальского района поделился о планах на текущий год. Было отмечено, что работа во всех этих направлениях начнется, как только парламентам будут внесены и утверждены поправки в документе о госбюджете. Оксана Джуэева подробнее. Начальник ЖКХ администрации Схимвальского района Мевлуд Вазагов рассказал о планах на текущий год. Несмотря на то, что идет работа по обеспечению водой нескольких сел района, этот вопрос все же остается на повестке. Многие жители обращаются к главе района с просьбой устранить эту проблему. Схимвальского района Мевлуд Вазагов Как отметил Мевлуд Вазагов, они ждут поправок в документ о госбюджете, и как только парламент республики утвердит их, ведомство получит финансовые средства. И работа в этом направлении начнется незамедлительно. Схимвальского района Мевлуд Вазагов Как отметил начальник ЖКХ, есть планы по текущему ремонту проселочных дорог. Во многих селах дожди повредили дорожные полотна. Их срочно надо ремонтировать. В селе Хитагурово есть спортзал, но он непригоден для занятий спортом. Жители обратились к главе района, чтобы были выделены средства для его восстановления. Жители села заверили, что силами местных ребят они смогут отремонтировать спортзал. В селе Хитагурово есть спортзал, но они смогут отремонтировать спортзал. Вазагов добавил, что к началу учебного года все школы района будут проинспектированы, а все недочеты устранены. Оксана Джоева, Альдина Чехоева, ГТРК ИР, информационный выпуск. Сегодня. И в продолжении темы ремонта дорог. Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог проводит ремонтные работы автотрассы в селе Мугутс на Урского района. Основные работы уже выполнены. В скором времени дорожники приступят к асфальтированию. Подробности в материале нашего корреспондента Анжелы Кокоевой. В кратчайшие сроки будет асфальтирована дорога, ведущая в село Мугутс на Урского района. Передвигаться по данному участку дороги через многочисленные ямы и ухабы для автомобилистов и пешеходов было испытанием. Жители не разу обращались в администрацию на Урского района с просьбой облагоустроить ее. В прошлом году администрация района задействовала рабочих, но полностью завершить работы на этом участке не удалось. Позже объект по поручению президента передали Комитету по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Было дано задание президента в кратчайшие сроки завершить работы в направлении селения Мугут. Седьмой день работаем. Работы завершены на 60%. Подрядчиком выступает ГУП «Дорекс.Построим». Первый этап строительства – подготовка основания дороги под асфальтобетонное покрытие, к которому дорожники приступят в ближайшее время. Думаю, что до конца месяца подготовительные работы будут завершены и приступим к асфальтировке. Асфальтировка там примерно дня 4 нам тоже понадобится. И эти работы будут завершены как максимум в первой декаде августа месяца. Как добавил Гузитаев, комитет следит за состоянием автомобильных дорог. И активными темпами дорожники трудятся в настоящее время на отрезке дороги Ауни-Уш-Турс на Ушского района. Анжела Кукоева, Рауль Кочи, Ваксана Даттаева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 31 июля. В Ленингорском районе днем плюс 25, ночью плюс 13. В Цхимвале днем плюс 30, ночью 17 градусов тепла. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...